Доброго времени суток! Иногда некоторые пользователи задают вопрос вы продаете ли вы споры грибов вешенки? Задавать такой вопрос споры грибов вешенки продавать это то же самое, что продавать пыльцу яблони споры и мицелий это две большие разницы и сейчас мы будем делать одно такое мероприятие, как сбор спор вешенки сейчас вы посмотрите, что это такое для того, чтобы собрать именно споры вешенки мы оставили после сбора урожая небольшое количество оставили на мешках, видим, что они такого глобального перерастающего внешнего вида вот постоянно работающий вытяжной вентилятор который, как всегда, должен находиться внизу, потому что СО2 тяжелее воздуха поэтому оно будет опускаться вниз в помещении и здесь нужно, чтобы был низко опущенный вытяжной вентилятор и естественно, если он фильтрует через себя воздух то, естественно, он на себя будет собирать и споры той же вешенки вообще, если сказать, то они здесь вот в эту такую вентиляционную трубу взять его немного так больше на свет то вот этот серый налет внутри вот здесь является ничем иным, как осевшими здесь спорами для того, чтобы собрать вот этот споровый материал мы снимем вот эту шапку и продемонстрируем что здесь находится внутри вот эти колоссальные рассыпи внутри это все есть результат спор который попадал посмотрите, сколько здесь который попадал в самом помещении вентилироваться через этот вентилятор то же самое там интересно посмотреть в самом сейчас я еще раз сниму камеру со статива и покажу, что там находится внутри вот что здесь происходит здесь он просто залеплен вот этими спорами видим просто колоссальное количество этих спор сейчас мы попробуем их собрать вот эту емкость ну как бы требовалась классика самого жанра тут нужно было одеть там какие-то перчатки белые халаты и все остальное это все, я вам скажу полная фигня потому что материал полученный таким образом он вообще не то, что не является каким-то чистым это вообще вентиляция это то же самое что чистить пылесос то есть здесь фильтрован весь воздух вся пыль, что находилась в помещении при сборе грибов это все собрано на этих перелесосах на этих вентиляторах так что говорить о каком-то чистом материале и в дальнейшем какой-то практической значимости этого материала по меньшей мере наивно но в принципе для чего мы собираем вот эти споры для чего я собираю эти споры для одной все-таки такой псевдонаучного занятия как выращивание белых грибов чтобы иметь более-менее опыт работы именно со споровым материалом так как для выращивания именно белых грибов лучше всего будет применять все-таки споровый материал то есть чтобы споровый материал белых грибов можно будет получить только в осеннее время когда они начнут трясти ну мы тут ничего такого умного не делаем просто собираем вот этот налет споровый налет собираем с этого вентилятора заодно его почистим вот и соберем вот эту чашку значит чтобы приступить работе к спорам именно белых грибов мы на примере вот такого спорового материала попробуем изучить его свойства как с ним работать какой он будет давать рост и овеси на питательные среды и к тому же получим такой еще интересный материал посмотрим что у нас здесь вентилируется какие у нас тут бактериальный фон и что отсюда из этого всего у нас здесь будет вырастать вот таким вот образом мы просто будем вычищать вот эти споры отсюда продолжаем тут собирать споры ну и так предостаточное количество вот этого спорового материала в дальнейшем что мы будем делать с этим споровым материалом лучше один раз увидеть чем 7 раз услышать но сразу нужно озвучить что этот споровый материал мы будем изучать способы и методы посева этого материала будем смотреть что с ним будет происходить дальше и будет очень интересный нужно будет сделать отдельно плейлист вот по этим споровым материалам это для тех у кого нет возможности получить или купить мицелий есть такие места или страны то возможно вам это будет полезно как из этого материала можно будет вывести мицелий ну естественно для получения спор вам все равно необходимо будет все таки какой-то грибной материал откуда все таки взять эти споры ну и вот я еще смотрю вот на этот вентилятор так мне просто руки чешутся его снять и отчистить чтобы этого спорового материала было побольше сейчас мы его вот что у нас получилось при снятии этого прибора посмотрите внимательно что находится что находится внутри так включился вытяжной вентилятор то есть приточный сверху он нам будет мешать со звуком сейчас мы его отключим так давайте посмотрим что происходит внутри самой шахты пожалуйста обратите внимание вот здесь где споры видите сколько их грибать их здесь можно ложкой кстати в дальнейшем я размышлял над этой идеей именно получение спорового самого материала для работы с ним в уличных условиях я сейчас проведу такие вот исследования по этому споровому материалу я наверное не знаю мы наверное не будем его сейчас выбрасывать мы наверное это все сейчас аккуратно все таки соберем в емкость это все количество и попробуем с ним поиграться на разных пеньках срубах и так дальше вообще теоретически этот материал будет очень грязным поэтому даже там особо с ним заморачиваться не стоит потому что это просто еще раз скажу это труба пылесоса которая сюда брала все но в природе скажем споры попадают внешней среде они не попадают в какие-то лабораторно-стерильные или чистые условия они попадают в условия природные вот мы попробуем их в природные условия внести сейчас мы наверное снимем эти все споры раз уж такое дело у нас тут началось вот мы наверное сейчас возьмем вот эти все споры все таки мы аккуратненько их сюда соберем вот срежем ну заодно и вентилятор нужно почистить я скажу что раньше вот когда я использовал для рециркуляции внутри ну такие большие ну вентиляторы которые используются в принципе там в домашних условиях для движения воздуха то на лопастях этих вентиляторов собиралось такое количество вот этих спор что вентилятор просто не было у него сил даже поворачивать эти лопасти столько налипало что нужно было их просто щеткой счищать толщиной приблизительно в сантиметр мотор не мог двинуть с места эти лопасти да тут придется чистка надолго мы не будем все снимать но в общих чертах вы поняли как получить споровый материал именно споры вешенки вот таким образом насколько они там будут чистые так дальше мы посеем их в среду посмотрим конечно это затея мало чем полезная но пусть так будет вот они где килограмм просто собрались да и еще последнее что хотел сказать что теоретически споровый вот этот материал можно получить только для этого чистый я имею ввиду насколько он будет чистый это покажут лабораторные посевы удастся ли нам его получить но если особенно и сильно захотеть получить именно вот этот споровый материал только не таким вот образом а более таким чистым образом нужно будет для этого применить некоторые организационно технические мероприятия и получить именно вот этот споровый материал в дальнейшем я есть у меня планы это нужно будет сделать у меня есть немножко помещение поменьше не это огромное а вот такое помещение поменьше и забором вот такого спорового материала я думаю мы займемся нужно будет для этого соорудить один такой технический прибор именно для фильтрации воздуха и получения вот этих споров но я не знаю вряд ли бы я делал это с вешенкой я бы попробовал что-то такое вроде получить например вот такой споровый материал например шиитаки или еще что-то какого-то хитрого я не знаю там розовой вешенки или лимонной вешенки и потом попробовать поэкспериментировать с этими материалами относительно там приживаемости например на каких-то битых деревьях или просто их высыпать где-то во внешней среде в более-менее как нам пока будет казаться какие-то приемлемые для их вырастания условия и посмотреть что из этого получится ну такие исследования они могут носить только такой вот общеразвивающий или общеразвивающий или ну такой какой-то научно-исследовательский интерес потому что практического значения в них будет очень мало потому что вообще споровый материал сам по себе является очень таким разноморфным материалом с разными генетическими своими свойствами заниматься культивацией какой-то клетки которая изначально будет иметь очень низкие показатели там жизненности или плодоношения или вообще будет какая-то дефективная в результате получать какие-то непонятные грибы нету в этом никакой целесообразности если для практического деятельности лучше использовать хорошие проверенные практичные мицелии а для таких каких-то исследовательских с целью интересного времяпровождения можно вот получить видите сколько его получилось это еще без чистки большой трубы вот получилось вот столько этих споровых материалов сейчас еще почистим трубу ну и вот там в уголочке подпишитесь на канал и в дальнейшем посмотрите что из этого будет всего происходить с вами Макс Сайлер всего вам наилучшее далее в вот вот как . Продолжение следует...